МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернулись наградами и наши стрелки. В заключительный день национального первенства в Краснодаре серебро в командном виде выиграла женская сборная Удмуртии в составе Юлии Каримовой, Елены Шипуновой и Марии Феклистовой. Мария стала еще и обладательницей личного серебра в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа. А в Ижевске тем временем идет жесткий отбор на республиканские президентские игры школьников. Сегодня на волейбольных площадках города разгораются настоящие недетские спортивные битвы. Попасть на эти престижные соревнования хотят все. 15-летний Кирилл Бойко уже побывал на нескольких президентских играх. Ему понравилось. Был он там в качестве игрока волейбольной команды своего района. Сегодня он вновь борется за попадание на эти соревнования. Теперь уже в качестве тренера команды девочек. Как вообще ощущаете себя в этой роли? Очень необычно, но приятно видеть результаты трудов, когда девочки хуже. Как говорят сами организаторы отборочного турнира, борьба здесь идет не только между девчонками и мальчишками. Негласный поединок проходит и между наставниками. Так получилось, что возглавляют районные команды тренеры-преподаватели 6-й детской спортшколы. И этот стальк своеобразный показатель их труда. Это заставляет, понимаете, тренеров нашей детской спортивной школы заниматься именно отбором в своем районе, где они тренируются. И получается, кто лучше сработал в течение, ну я думаю, что даже не одного, а двух-трех лет. Поэтому это вот спорно, конечно, и показывает результаты. Именно поэтому юному Кириллу, начинающему наставнику, бороться со своей коллегой Натальей Машковцевой преподавателем со стажем было очень непросто. И его подопечная, школьница индустриального района, проиграли девчонкам из Октябрьского. Любой соперник, это и есть соперник. И нужно выкладываться все равно на полную, чтобы показать свою игру, чтобы на тебя другие посмотрели. Борьба за путевки на игры школьников, которые пройдут в этом году в Малой Пурге, продолжится до конца недели. И продолжение темы игровых видов спорта. В хоккей в Адмурте играют не только мальчишки, но и девчонки. Команда «Иднакар» из Глазова примет участие во всероссийских соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба» среди спортсменок 13-15 лет. Отметим, что глазовская команда девушек впервые выступит на турнире такого высокого уровня. Он пройдет в начале июня в Краснодарском крае. Другим новостям. Велосипедисты Удмуртии открыли сезон. В Ижевске прошло первенство города на шоссе. На старт индивидуальной и групповой гонок вышли более ста человек, среди которых большинство были совсем юные мальчишки и девчонки 80 лет. Все подробности в нашем следующем сюжете. Предстартовая суета. Кто-то медитирует перед заездом, кто-то сильнее затягивает шнурки на велотуфлях, а кто-то усердно уже в сотый раз проверяет готовность своего железного коня, чтоб не подвел на трассе. Сейчас на самый хороший накат, самые гладкие слики поставил, чтобы ничто не цепляло на дороге. И накачиваю почти 8 лет. Все готово. Поломок, проколов быть не должно, говорят наставники. Так считают и спортсмены. Они хотя и совсем молодые, но уже грамотные. В технике все внимание желательно до старта. А вот потом полагайся только на себя. В этом уверен и Максим Русских. Юный ежевчанин тактически умело проехал свой заезд, выиграв в итоге конкурента из Воткинска. Соперника, кстати, давнего. Говорит, сильно при этом устал. Тут два подъема и два спуска. Я сначала ехал вторым, потом вырос вперед. Потом меня обогнали. Я за ним ехал, последний колб был. И со спуска его обогнал. Хорошо потрудились на трассе и юная Аня Немцова, а также Вика Кудрина и Александр Шот. Они выиграли свои первые соревнования сезона и были этим очень довольны. Впрочем, какие их тренеры. Для маленьких, конечно, это чувство соревнований, атмосфера соревнований, все вот это вот такое, как бы, ощутить. К чему они тренируются, к чему готовятся, увидеть, как старшие едут в соревнования. А уже более старшим, это, конечно, отбор в сборной Муртии для участия в спутриоте школьников в первенстве России. Следующий старт у велогонщиков 27-28 апреля. В Ижевске пройдет открытое первенство с Дюшор. В отличие от шоссейников, маутинбайкеры уже вовсю гоняют на российских трассах. Так, в Псибае, что в Краснодарском крае на втором этапе Кубка страны удмуртские атлеты выиграли шесть медалей. Две из них золотые. Они на счету Алисы Горловой и Ксении Кузнецовой. Они, кстати, пока и лидеры общего зачета Кубка. Это была последняя информация о выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова